А-а-а-а! А-а-а-а! Всё по-ду-па-ду, по-па-па Е-е-е кря Всем бобря, дорогие друзья, с вами Винди И сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Остатки, это хорорец, который Очень многие мне рекомендовали Я не знаю, о чём это конкретно речь, но Остатки есть остатки, я так понимаю, это Рисованный хорорец, какой-то прям интересный Очень много людей писали И мне, о, мама, привет Молодой, мне нужна твоя помощь Шо, это ты режешь? Чё, мам? Хрену, ты здоровая Я так много готовил сегодня Можешь ли ты, пожалуйста, дорогуша, принести мне остатки, которые у наших соседей были? Мы у соседей забираем еду? Я отказался! Да ладно, нормально, детёшка. Они не укусят тебя. А, я могу выбирать реально, что я хочу ответить. Типа, да или нет. Я сейчас сказал нет. Она такая, сынок, можешь мне, пожалуйста, принести еду? Нет. Сынок, можешь мне, пожалуйста, помочь? Нет. Я не очень хороший. Не будь, как твой папа. Ладно, не буду. Я оставила 10 кусочков картошки во всяких коробках сзади тебя. Возьми для меня. Вот он. Извини, что я заставляю тебя работать, но маме нужна помощь. Я знаю, я учил тебя никогда не разговаривать с незнакомцами, но... Ты ведь не оставишь меня одну, да? Да, конечно, не оставлю. А с какими незнакомцами надо поговорить? Я со всеми поговорю. Мам, я всё равно не слушаю, что ты говоришь мне, если честно. Я, типа, всегда не делаю, как ты мне говоришь. Опа. Мой батя в тени. Мой батя теневой какой-то мастер, которого на картинке даже тень закрывает. Настолько он подозрительный. Батя, возможно, дьявола. Кто знает, тот знает. Кстати, не возвращайся домой, пока не закончишь дело. Ну ладно, мам, я, похоже, в изгнание пошёл. Слушай, мам, а если мне соседи не вернут? Мама сказала мне, не должен вернуться домой, пока не заберу весь мусор у соседей. Мам! Мы что, едим мусор за соседями? Какого хрена? Тук-тук-тук. Да не надо. Чё? Мне соседи говорят, не стучи ко мне. О, ебал, здорово. Да, здравствуй, молодой мальчик. Ты должна быть из следующей двери, да? Ну да. Не, хули надо. Бабусь, а что ты так грубый со мной? Зажми правую кнопку выше, чтобы показать ей какие-то вещи. На, вот, мусор нужен. Что это такое? Ммм, мой любимый. Пожалуйста, благодари твоих родителей за меня. Кстати, ты хороший мальчик был? Я был плохим мальчиком, если честно. Не, я был плохим. Хотя да, я был хорошим. Ха-ха-ха, ты тупой мальчик. Кстати, иногда быть честным это нехорошо. Хорошей ночи тебе, сынок. Слушай, бабка-бружинка, что у тебя в шее? То есть мы ходим нашим соседям, предлагаем мусор. Или я бабке не предлагал мусор, она сама его съела. Я ей показываю, типа, вот такой, бабусь, я мусор забирать. А она такая, ом. Мои соседи странные, но кто я такой, чтобы их судить? Я маленький шкет. Я меньше, кстати говоря, чем парапет. Так что, в принципе, нормально. Мы на девятом этаже. Соседи, открывайте! Музыка напряженная. Добрый вечер. Как дела? Здорово. Да что ты? На, еду тебе. Еда, смотри. Мамина одежда твоя. Никому не нужна твоя картошка, вот эта убогая. О, подожди. Ты ведь сын этой прекрасной девчули, которая с девятого этажа, да? Ну, вообще-то да, но как бы я не хочу тебе отвечать да. Не-не-не, я не он, я не он. Вкус уже отца. Как я мог забыть когда-нибудь этот зал? Слышь! Ты о моей маме рассказываешь, я сейчас тебя убью, понял, да? Я поем это пока, оно тепленькое еще из ручек твоей мамы. Мама! Он меня испугал, я пошел к маме. Мама! Дорогой, почему ты вернулся так рано домой? Я ведь говорила тебе, не приходить, пока всех не покормишь. Извини, дорогой, мама очень занята. Я уверена, соседи не такие проблемные, да? Ты можешь это сделать. Пожалуйста, вернись и сделай маму счастливой. Мам, на меня только что наорал какой-то извращенец, который докапывался до твоей еды. Ты бы видела, что он делал с картошкой, которую ты делала своими руками. А что по телеку? По телеку мой любимый белый квадрат. Малевич бы не одобрил. Ладно, пойдем. Один сосед ведет себя неадекватно, ведет себя странно. Фу, сука. У всех есть, наверное, да, такие соседи? Прям долбанутые вообще в край. С которыми ты бы не хотел никогда видеться. Особенно если дом большой, такая ситуация вообще очень частая. У меня были... Да нет, у меня вообще соседи были нормальные. А я могу снова прийти к кому-нибудь, интересно? Сейчас попробуем еще раз пойти к бабке. Что бабка мне скажет? Что хочешь? Что у тебя с глазами? Э-э-э, еды дать, на. Пахнет вкусно. Мне нужно платить. Да вообще-то... Вообще-то... Ну как бы... Вообще-то нет. Ну как бы да. Да нет, не надо, ладно, будем честным. Ха-ха, вот идиот. Да, еб твою мать. О! Блин, надо было с нее деньги взять. Едить кого-то... Слышь, верни деньги! Да верни деньги! Угу. Постучать снова соседям не могу, нет возможности. Козлы, а! Ну бабка же сказала, не всегда нужно быть честным. Надо было заработать денег. Я бы сейчас заработал баблишко. Здравствуйте! Нужно платить за еду! Похоже, кто-то берет в данный момент душ. Нужно вернуться потом. Ладно, вернусь потом. Ну пока как бы просто странно. То есть оно не столько страшно, сколько странно. Они все почему-то очень близко ко мне подходят. Что хочешь, ребенок? Я занят. Э-э-э, еда. Серьезно? Ну да, еда. Я думаю, это что-то типа напрягающая работа, да? Знаешь что? Просто ставь ее снаружи. Пасибочки. А что ты там делаешь? Эй! Положить еду. Заглянуть внутрь. А! А! Мама! Это что такое? Хорош к маме. Ну мама же тебе сказала, все нормально. Да епта. Мама, по-моему, на меня разозлится. Ребенок, ты опять вернулся? Ты пытаешься меня разозлить, что ли? Ну мама. Заткнись, ребенок. Ты сделал что-то, что ты не должен был, да? Не надо лезть в чужие дела, которые ведут тебя в проблемы. Не будь как твой папа. Мой папа что, тоже залезал в чужую хату? Блин, ну мой папа вор получается. Мама, я только что понял, что у нас соседи какие-то долбанавты, серьезно. Мам, мы отсюда уезжаем. Я стану чуть-чуть взрослее, пойду работать в магазин, и мы уедем отсюда. Я куплю новую квартиру для нас с тобой. Понял, да? Еще раз, сука, хочешь что-нибудь скажешь про маму? Деть в угадушу. Я, может быть, 12-летний. Но ты лох. Понял, да? Унизен. Мне кажется, на нижнем этаже будет какая-нибудь джепа. Что, ты все еще маешься? Кто-то моется. Да сколько мыться-то можно? Алло. О, слышь, мыться быстрее можешь, нет? Как я вообще живу в таком доме? Шестой этаж. Пойдем дальше. Давай. Что тут у нас? Здравствуйте. Доставка еды. Деливый решкет. Ебать. Ты такой миленький молодой человек. Чего хочешь? Зубы почистить тебе хочу. Ты мерзкая. Жрать хочешь, нет? Ой, как думательно. Должно быть, ты устал от того, что ходишь. Как насчет прийти и у меня отдохнуть немножко? Блин, ну почему бы и нет? Ты выглядишь... Какая прекрасная кожа. Я буду честно хорошей. Почему-то мне кажется, что это... Она понюхала меня. А почему ты к маме-то идешь? Меня просто понюхала женщина. Такое бывает. Еще один раз. Но, мама, они... Если ты вернешься домой еще хоть один раз, я научу тебя уроку, которого ты никогда не забудешь. Услышал меня? Делай то, что ты должен! Мама, 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 спокойно. Нож положи. Как трудно это должно быть! А мы не в настроении. Наверное, все из-за папы. Мне не нравится, куда все это идет. Ну, ох, а что у меня мурашки-то? Ничего страшного. Ничего же страшного. Ну, мама, ну, паникует, ну, рискует, ну... Нюхает меня женщина какая-то. Ну, я же красавчик, красоточка. Почему бы меня и не понюхать, в принципе? Справедливо. Ай, 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 это мытье, мытье, мытейное. Там постоянно моется какая-то жопа, и никуда выходить не может. Сколько мыться-то можно? Сколько мыться-то можно? Поехали сюда. Давай. Это я пять минут и готово. Тилибонь, тилибонь. Похоже, никого дома. Я тебе сказал, открывай дверь! Похоже, никого дома. И еще раз, чтобы точно открыли. Никого дома. Ладно, хорошо. Но, значит, сюда я еду не дам. Какой-то дикий пианист постоянно нажимает одну ноту. Тум. 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 Аня, он ниже делает. Меняет немножечко ноты. Я не хочу разговаривать с ней. Она будет издеваться надо мной, так как и в школе. Ой, ты нытик. В табло ей сразу с ноги, понял? Похоже, никого дома. Да что такое? Никого дома нету. Мама. Мама. Никого дома нету, понимаешь? Мама. Я не очень хочу поворачиваться к этой двери спиной. Я сейчас сюда постачу, и меня какая-то херня съест. Ладно, давай. Не вижу ничего подозрительного. Похоже, никого дома. Позвать. Эй! Еда! Я чувствую еду! Да, еда. Еда. Ебать! Спасибо. О нет, меня мама съест сейчас. Мама. Мама, не надо. Да всё. Ты должен хочешь быть маленьким ребёнком всегда? Мама, нет. Ты не страдаешь меня так же, как твой батя, не так ли? Тебе лучше идти в свою комнату прямо сейчас. Пока мама тебе не показала, что такое настоящий ужас. Извращаясь. Мама научила меня одному прекрасному делу. Людям надо врать. Я не хочу говорить правду никому. И я не хочу, чтобы меня нюхали какие-то женщины. Поэтому я, пожалуй, всем буду отвечать то, что они хотят услышать. Я буду плохим мальчиком. Я буду только плохим мальчиком. Я не буду ничего хорошего. Да, 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 да. Вот игра, знаешь, такая не столько страшная, сколько напрягающая. Потому что ты просто должен принести людям еду. Ты не должен ничего делать, кроме того, чтобы просто приносить людям еду. Здорово, Затратинский! Слышь ты! Что да, что да! Пизда, понял, да? Вот тебе еда. Я её отравил. Надеюсь, ты отравишься и будешь сидеть в унитазе полгода. Понял, да? Ты сын этой девушки. Нет, я не сын этой девушки. Иди в жопу, блядь, не нюхай меня. Мама научила меня одному важному уроку. Людям надо врать. Теперь, что ты хочешь? Я хочу дать тебе еды. Смотри, еда. Классно, да? Пахнет вкусно. Да, да, да. Нужно платить. Да, надо платить. А, ладно. Да, да, да. Ты мне тараканами заплатила? Спасибо. Мои любимые тараканы. Прекрасно, очень вкусно, очень вкусно. Спасибо, спасибо. Похоже, кто-то моется. Потом вернусь. Мужик, который? А, да, мужик. Мужику заглядывать не надо. На, жрать. Я положу. Заглядывать к нему не буду. Не интересно мне, что ты там делаешь, мужик. Можешь хоть людей резать. Мне вообще плевать. Поешь и все. Больше меня ничего не волнует. Понял, да? Ой. Это вот эта женщина-нюхач. Женщина-собака. Женщина-псина, которая ходит всех, нюхает. Я не знаю. Может быть, она работает каким-то, я не знаю, нюхачом. Может, она в полиции работает с собакой. Блин, ну вот это, конечно, у тебя персональность большая. Ты разве неприятный молодой человек? Я-то приятный. А вот ты неприятная. Ты не думала, что такое спать и пойти к стоматологу? Не хочу быть грубым, но я не думаю, что я буду с тобой когда-либо разговаривать. Не буду. В следующий раз. Да, давай, грудями своими там дыни ломай иди. Я ребенок. Я всех наебываю. Ни по кого дома нет. Ну и ладно. Мама научила меня, что нужно врать. В этой жизни никому не важно, что там правда, что неправда. Главное донести еду. Главное поесть. Больше ничего не нужно. Если я выполню то, что сказала моя мама, даже если мне придется сделать плохие дела и соврать людям, то все нормально. Все в порядке. Ничего страшного не будет. Значит, здесь комнаты никакой нету. Добрый вечер. Слышь ты. Алло. Че, алло, это не телефон. Да, приятного аппетита. Да, 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 да. Это еда, еда, поедай вкусненько. Кушай. Пусть тебе будет вкусно, хорошо, прекрасно. Спасибо тебе, говорит. Да, пожалуйста, не за что. Похоже, никого дома. Да кто-нибудь вообще дома есть? Я еду, ношу просто так. Деливый решкет. Первое дело. Никого дома нет. Да, едеть, колотеть. Ну что такое? Деливый решкет. Не просто так деливый решкет. Мне ж работать надо. Ой, а мы, кстати, подходим к низу. Собака? Что-то плохое сейчас будет. Да, что хочешь. Ну, хавчик я тебе принес. О, ты поймал меня в лучшее время. Я почти хотел съесть эту маленькую. Неважно, спасибо. Мы раньше имели здесь еду. Но какой-то ребенок, детенка, ворует ее. Я думаю, что она своровала мою еду. А, это, наверное... Может ли быть, что девочка, которая все ворует, это та, которая... Ты хотел съесть собаку! Люблю собак. Всегда готов... Всегда захавать несколько котов. Это песня про этого парня. Добрый вечер. Что тут у нас? Ё-моё. Что ты здесь делаешь, молодой человек? Еда? А, хорошо, молодой. Я сейчас не голоден. Как насчет того, чтобы поговорить? Меня ничему не учит жизнь. Я бы хотел узнать, о чем ты там хочешь поговорить со мной. Ну, давай поговорим. Эээ, хотя, если честно... Если честно, то я бы лучше с тобой не разговаривал, дедуган. Ну, может быть, ты там просто жаришь, я не знаю, курицу режешь какую-то. Ну, давай поговорим, что скажешь мне. Давай. Спасибо тебе. Долгое время не общался. Знаешь ли, моя жена только недавно пропала. Поэтому довольно грустно становится. Особенно сейчас. К сожалению, только вчера я думал, что я видел мою жену. И в то же время выглядело так, будто только вчера я нашел ее тело. С ножом в ее горле. И давай перестанем разговаривать об этой фигне. Как ты думаешь, это плохо, если какая-то беззащитная персона будет убита? Ты глаз открыл. Зачем ты глаз открыл? Санц, это ты. Ну, вообще, я думаю, что это плохо, да. Если честно, я плохо ж думаю, что... Да что такое? Ты думаешь, злоба это нормально, когда кто-то вредит своим близким? Ну да, это нормально. Зло. Ты думаешь, что убийцы должны быть наказаны? Я, если что, не убийцы, я никого не убивал. Ну да, думаю, должны быть. Не убивай меня. Тогда, если бы ты нашел своего любимого, к примеру, маму, что она убийца, как ты думаешь, должна ли быть она наказана? Блин, вообще, мужик-то что-то меня загрузил на самом деле. Ну как бы да, ну как бы нет, ну как бы справедливость должна быть. Блин, вообще, серьезный вопрос, дед. Дед, я... Мне 10 лет, я просто придется тебе поесть, что ты меня загружаешь? Ну да, наверное, должна. Такой честный, такой беззащитный. Похоже, что не все потеряно. Приходи, отдохни немножко, я настаиваю. Пиздос. Не волнуйся о своей маме, я ее поймаю. Он зарезал! Ты что, дед? Я не буду с тобой разговаривать тогда. Подожди, а я могу как-нибудь его убедить меня не убивать, мне интересно? Ну давай, наверное, ну... Да нет, нормально вообще людей убивать. Ну типа... А-а-а... Значит, наконец-то дьявольский сын около меня. Он просто меня зарезал! Время спать! Он просто взял и затыкал меня. Так, я не хочу разговаривать с этим дедом. Ха-ха-ха. Он мне не нравится. С ним разговор как-то не ладится нормально у нас. Ха-ха. Что-то на взаимоотношения с этим дедом серьезно не очень. Что ты хочешь здесь? Да на тебе еду, дед. Забирай еду, короче, я с тобой разговаривать не буду. Как насчет разговора? Да нет, не надо разговор. Все, давай не будем. Ой, пожалуйста. Я настаиваю. Окей. Так, ладно, видимо, мне нужно его как-то убедить меня не убивать. Я просто поесть хотел принести. Не надо убивать меня, я не виноват. Я думаю, это неправильно убивать людей. Хорошо. А как ты думаешь, злоба это нормально, когда кто-то вредит своим близким? Да нет, думаю, нет тогда. Да что ж такое? Он опять меня... В общем, чтобы ты ему не отвечал, он говорит, что Сы сутуна, сутуна, умри. И все. Собачий корм? Ладно. Похоже, никого дома. Собачья еда. Почему здесь собачья еда? Так, стоп, а у мужика же вверху собачью еду своровали. Кто-то своровал у него ее сюда? Ой, опять кто-то идет. О, хей. Здорово. Я слышал, что это традиция, когда новый сосед приходит, да? Эээ... Да, 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 да. На, на тебе еду, слышь. Кушать, на. О, е, да! Я никогда, ни раньше этого не получала. Как эта еда называется? Ммм... Не хочу. Звучит неприятно, но... Она выглядит как жиденько, типа. Ну, нормально она выглядит. Спасибо, наверное. Эээ, подожди. Она говорит, подожди, это что? Глаз? У меня в еде глаз? Мама... То есть, все люди, которых нету дома, это люди, которых приготовили в еду? Подожди, а если посчитать, наверное, как раз 10 человек отсутствуют дома. О, я еще какую-то комнату забыл. Добрый вечер. Ты кто? Ты кто? Ой. Вот это у тебя зубки. Здорово. Ммм, это наша малышка, которая ноет постоянно. А что ты здесь делаешь без своей мамы и папы? О, я чувствую еду. Ну-ка давай! Ну да, я как бы пришел дать тебе еду наешь. А, я вижу, ты наконец-то понимаешь какой-то адекватной мысли. Ты думаешь, что я ворую еду? Ты, пилип, прав. Я своровала это. Я научу этого парня уроку. Его собака лизнула меня. Как отвратительно. Собака, возможно, застрадается до смерти теперь. Не думай о том, чтобы мой план ломать. Я могу пойти на тебя настучать. Почему бы и нет? Не вижу проблем. Нет, нет возможности это сделать, потому что игра не позволяет просто. А, да, у нас там какой-то челик, который в ванной тусил. На каком-то этаже на пятом, может быть, на шестом, на седьмом. Пойдем выше, короче. Пойдем к маме вообще. Хотя нет, мама явно не обрадуется, если я к ней приду, а она меня опять зарежет. Блин, какие-то здесь все жесткие, очень. Я им еду нашу, а они меня зарезать пытают. За что? Почему? Что я им сделал? Ну, хотя тот дед ведь... Оу. Здравствуй, красоточка. А, это ты мыла здесь, да? Хорошо, добрый вечер. Привет. А, какой ты милый парень. Что ты сделаешь здесь ночью один? Ну, ношу еду. Ну, вот на еду. А, как мило. Ты, должно быть, очень устал. Ого, твоя мама правда сделала это? Я хочу знать ее рецепт. Ну, там в рецепте явно есть чьи-то глаза, так что... Эй, Хьюри, это я, Лаура. Твой маленький парень только что принес еду ко мне. Да, Кейн, это очень удачливый парень, что имеет тебя к себе готовить. Что? Что ты имеешь в виду? Был. А, так я догадался. Он, наконец, рассказал тебе о нас? О, она изменяла. Ржомба. Что? Что ты имеешь в виду? Это не то, что ты имела в виду. Что? Ты психованная сука. Тебе лучше не двигаться, парень. Мне нужно идти домой. Ну, ты сама меня пододвинула, я не виноват. Это за то, что ты заставила меня есть этот мусор. Мама, мама, ты меня, конечно, извини. Да нет, я правильно, я принес всю еду. Я принес всю еду всем. Урии. Отсылка на Дио. Я понял тебя. Главное, чтобы она меня просто не задиоила. Ага, понял, ладно, я домой. Мама. Она закрывает дверь. Хорошая работа, молодой. Я очень горда тобой. Теперь иди в свою комнату и в кровать. Маме небольшой бизнес остался, чтобы закончить. Мама. Мама зарезала эту бобень. Потому что мы покормили всех едой. Блин, очень странная игра. Это, знаешь, игра, в которую ты играешь, и тебе просто неуютно. То есть тебе не столько страшно, сколько просто постоянно неуютно. Какие-то звуки, какие-то персонажи, которые хотят тебя убить. Прикольно. На самом деле интересно, но прям совсем пугательного не хватило. А я все время ждал, что из-за двери на меня кто-то выскочит. Но пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.